Оправданный присяжными бизнесмен Илья Аверьянов рассказал Бизнес.ФМ, как он, по его мнению, лишился своего предприятия. В то же время у оппонента бизнесмена иная точка зрения. Напомню, чуть больше двух лет назад на фабрике Меньшевик произошло резонансное убийство. Ему предшествовал долгий спор за крупную сумму денег. О том, что сейчас рассказывают Аверьянов и новый совладелец зданий фабрики, расскажет Михаил Сафонов. Утром 27 декабря 2017 года, после сообщений о стрельбе на московской фабрике Меньшевик, мы позвонили ее директору Илье Аверьянову. Он сказал Бизнес.ФМ, что забаррикадировался, что его атакуют трейдеры с Кавказа, что погиб человек, охранник. Это высказывание широко разошлось. У Аверьянова появилось много сочувствующих и защитников. Недавно присяжные сочли, что бизнесмен невиновен в убийстве с целью помешать судебным приставам. Что не отменяет сам факт убийства, пусть даже непредумышленного, в чем предприниматель признался. Сейчас уже на свободе. В интервью Бизнес.ФМ Илья Аверьянов рассказал, как все произошло. По его словам, те, кто пришли к нему в этот день на фабрику, тоже стреляли. С той стороны прозвучал выстрел. Я сделал два выстрела в пол. После этого один из нападавших стал бороться за карабин. Мы с ним, когда боролись, прозвучал выстрел. И пуля вот эта вот шальная, она попала единственного человека, который в тот момент выполнил мою команду. Он руки поднял вверх и присел на корточке. Я не собирался этого человека убивать. Мне инкриминировалось умышленное деяние. Я никого не собирался в этот день убивать. Если уж так морально рассматривать с точки зрения эту всю историю, то я не приглашал к себе в гости этих людей. Люди врываются к вам в квартиру. Что вы делаете? Вы должны непосредственно оборонять себя, если есть угроза жизни. А угроза жизни в этом момент была. Все началось с долга в 70 миллионов рублей. Или 2 миллионов долларов. По курсу на тот момент, когда Аверьянов получил деньги. Из-за этого долга здание фабрики арестовали. А потом пришли новые владельцы с приставами. Бизнесмен заявляет, что он расплатился по своим обязательствам. Но его, как он выражается, кинули. Потому что был еще один вексель, который Аверьянов подписал. Меня два раза кинули на деньги. Они выпустили двойные векселя. Я у них взял 70 миллионов рублей, потом эти деньги вернул. А у них оказался второй экземпляр векселей. Я в суд приношу свой экземпляр векселей, который погашенный. Они показывают свой. И мне судья, улыбаясь, говорит, что парень, ты, конечно, замечательный. Но вот есть такая конвенция о вексельном праве. Сколько ты бумажек вот этих идиот подписал, столько и должен расплатить. Мне придется их заплатить. Мы обратились к оппоненту Илье Аверьянова. Новому совладельцу зданий фабрики Шамсудину Раджабову. У него иная точка зрения. По словам бизнесмена, Аверьянов ему не заплатил ни копейки. Эпизод с двойными векселями собеседник отрицает. Рассказывает, как встречался с директором меньшевика за год до трагических событий. А также об аргументах защиты Аверьянова в суде. Если, как он утверждает, его бы кинули на деньги, он бы уже с 2011 года начинал обращаться в различные инстанции. С заявлениями он пошел только после того случая, когда его действительно попытались, соответственно, выселить. До этого времени он шел на любые переговоры, обещал, но при этом ни копейки не вернул. Я с ним лично встречался в декабре 2016 года. Я говорил о том, что мы готовы вернуть эти здания, если он даже заплатит половину этого долга. Он на это улыбнулся и сказал, что у него есть только 5 миллионов рублей и все. Он постоянно пытается разыграть национальную карту, хочет представить себя борцом с какой-то там этнической группировкой преступных. Четыре его адвоката акцентировали весь судебный процесс внимания на национальности, фамилии, отчество взыскателя, меня. В интервью «Бизнес.ФМ» Илья Аверьянов акцентировал, предприятие, которое он возглавлял, производило продукцию. Новые же владельцы просто сдают помещение в аренду. Ничего не производят, а только собирают ренту. Шамсудин Раджабов отвечает. Как минимум с 2014 года, а может раньше, я просто попал туда в 2014 году, видел, там никакого производства не было. Более того, есть фотографии. На шестом этаже он собирался строить фитнес-зал. Первые этажи были завалены бревнами. Жила его сестра родная на фабрике, он туда периодически приезжал. И жил еще один бомж по имени Боря, который работал у них за еду. Бывший директор фабрики рассказал, что он намерен законным путем вернуть себе здание и снова организовать там производство. Но стоит отметить, что за громким шлейфом, со словами «раздражителями», простой бизнесмен против кавказцев, рейдеров, прокуроров и приставов, далеко не все обратили внимание на некоторые детали. Например, на то, что у меньшевика были долги по коммунальным платежам. Конечно, все бывает, но коммунальщиков трудно упрекнуть в рейдерстве. И что до стрельбы шел обычный гражданский процесс, и не было уголовного дела, как это обычно происходит при рейдерской атаке. Несколько затерялись и рассказы рабочих фабрики о долгах по зарплате и оскорблениях со стороны руководства. Что, впрочем, не отменяет того, что когда-то меньшевик Ильи Аверьянова действительно было успешным действующим предприятием, производившим кондитерские изделия. И того, что, как заметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, это убийство не было хладнокровным. Но и не надо забывать, что любое предприятие может разориться как из-за рейдерской атаки, так и по естественным причинам. Окончательный приговор Ильи Аверьянову суд вынесет 10 февраля.